Дагестан И о работе колледжа имени Башларова, который в этом году отмечает свое десятилетие через несколько минут. Самодельные бомбы и гранатометы нашли недалеко от села Анди Ботлихского района. В крупном тайнике находилось 12 ручных гранатометов, пулемет Калашникова, 4 самодельных взрывных устройства, 13 тысяч патронов различного калибра. И это не весь список найденных боеприпасов. Силовики обнаружили схрон в рамках проводимой на регулярной основе операции оружии. Согласно его условиям, граждане могут быть освобождены от ответственности за незаконное хранение оружия, если на добровольной основе его сдадут. Стоимость выкупаемого пистолета составляет 45 тысяч рублей, автомата – 60 тысяч рублей, охотничьего гладкоствольного ружья – 4 500 и стоимость одного патрона – 15 рублей. Задержан подозреваемый в краже денег из ящика для пожертвований в мечети в поселке Ачиха Работокенского района. Неизвестный зашел в помещение и украл из сейфа 50 тысяч рублей и видеокамеры стоимостью 3 тысячи рублей. Личность мужчину установили, им оказался 50-летний житель Хасавюрта, который сознался в садейном. По словам задержанного, он работал таксистом и во время очередного заказа лопнула шина автомобиля, и ему пришлось остановиться около мечети, где он и заметил денежные средства, которые решил присвоить себе. В начале недели жители города Дагестанские Огни организовали сход возле администрации города. Возмущенные горожане были недовольны отсутствием воды и проблемами с вывозом мусора. В чем причина и как городские власти собираются их решать, узнавала Наталья Хамбабаева. Мы тоже все работали, детей просто сюда пошли, чтобы увидеть голову. 13-й район, так называют его местные жители, граничит землями до Хадаевского района. Здесь, на периферии, установлены мусорные баки, принадлежащие городу Дагестанские Огни. Но отходы сюда выбрасывают жильцы села Уркарах. У нас мусор всегда воняет здесь рядом, вся дорога сипана, приходит, бросает оттуда машинам, вечером принесет, наливает, сюда ходит. Оператор по вывозу мусора неоднократно предлагал заключить договор с администрацией села Уркарах. Однако муниципалитет не согласился. Так и сделали, сразу же реагировали, глава администрации дал команду, установит камеру, что установлено сегодня в течение дня. И в течение дня мы убрали все мусорные ящики, вот вы видите, убрано, здесь были перегородки, все эти убраны. И будем мы машину пускать, оператором был договор такой. Камера установлена, запись ведется, видео с нарушителями будет передаваться в правоохранительные органы. Ну а что же с водой? В город она поступает по графику, что и вызывает недовольство горожан. Вот с пяти часов, с утра дают до пяти часов, а ночью вообще не бывает. А люди находятся на работе, пять часов как раз работы возвращаются, а воды нет. Вот представьте, что они будут делать вечером ужин готовят, а воды нет. Дагестанские огни вода поступает из двух источников. Окраины города получают ее из Дербенского водовода. К нему же подключены населенные пункты Чинар и Гиджух. Мы соблюдаем график, который нам установил Дербенский водоканал. И вот те населенные пункты Чинар и Гиджух, они не соблюдают. В связи с этим у нас нехватка воды, именно в летнее время. Они поливают это питьевой водой, что вы сами знаете, решить нельзя. И в связи с этим у нас нехватка воды. Однако и эту проблему решить возможно, говорят представители администрации. Полностью обеспечить город водой получится только с водом в эксплуатацию новых скважин. Их строительство начнется в рамках республиканской программы «Чистая вода». Проектированное строительство выделяется около 470 миллионов денег. Эти деньги уже обозначены. Я думаю, с положения мы выйдем. Если две-три скважины у нас дополнительно будет, для огня 100% воды нам хватит. Не только для огня. Мы будем обеспечивать эту воду и в населенном пункте Дербенского района. Проблема нехватки воды присутствует практически в каждом населенном пункте республики. Но власти Дагогни пытаются найти решение, чтобы жители города не остались в коммунальной яме. Наталья Ханбабаева, Магомед Магомедов, Мурат Бикбарзов. Новости ННТ. Дагестанские огни. В некоторых районах Махачкалы отключат горячую воду на две недели. Подачу воды остановят с 31 мая по 14 июня. Это связано с проведением плановых ремонтных работ и опрессовки на теплосетях. Так, подача тепловой энергии и горячего водоснабжения будет прекращена по улицам Гагарина, проспекту Гамидова, Ирчи-Казака, проспекту Имама-Шемеля и на других улицах. Кроме того, без горячей воды останется ряд социальных объектов – это школы и поликлиники. Городские службы начали ремонт дороги по проспекту Имама-Шемеля. Восстановление асфальтного покрытия производится большими картами. Все участки с серьезным разрушением были вычищены и подготовлены под укладку асфальта. Сейчас дорожники работают на участке в микрорайоне Узбек-Городок. Напомню, соответствующее поручение по ремонту дорог было дано главой города Махачкалы Салманом Дадаевым. Ранее данные работы проводились в ручном режиме с использованием виброплиты. На сегодняшний день нами приобретена специализированная техника в виде мини-катков и асфальтовокладчиков. И данные работы будут проводиться уже намного качественнее. И то покрытие, которое мы ремонтируем, будет держаться намного дольше. Медицинский колледж имени Башларова отмечает в этом году свое десятилетие. За это время преподавательский состав достиг 350 человек. Среди них кандидаты наук, доценты и педагоги высшей категории. В стенах колледжа обучается более 5000 студентов. Подробнее о колледже – золотой медаль европейского качества, входящий в список сотни лучших СУЗов России, материали Ларьяны Шамхалаевой. Вводится под сам зажим и накладывается в хирургический узел. Допустим, в данной ситуации мы можем наложить узел Джанилидзе у головы. То есть двойной узел, сразу когда можно затянуть саму раму. У нас накладывается обычно несколько узлов, чтобы хорошенько зафиксировать и лигатура, чтобы не сползалась с раны. Дальше ассистент снимает зажим. Пожалуйста. Как правильно остановить кровотечение зияющей раны, наложить зажимы, произвести лигирование сосудов. Студенты-первокурсники внемлют каждому слову преподавателя и даже пробуют себя в роли ассистентов. Главное в работе врача – это не бояться практики. Сейдбек Магомедов ранее работал хирургом в Ростове, но уже почти четвертый год преподает клинические дисциплины и считает колледж Башларова одним из лучших учебных заведений. В этот колледж я попал, можно сказать, совсем случайно. Но когда я устроился, я был очень доволен коллективом, был очень доволен студентами. Опрятный вид дисциплины, абсолютно отсутствие коррупции. Очень доброжелательный коллектив. Раз, два, три. Преподаватель отмечает и достаточно высокий уровень оснащения колледжа для занятий по спецдисциплинам, симуляторами, макетами и инструментами. Оборудование помогает успешно имитировать условия профессиональной среды. Что касается поводу оснащения, его в полной мере достаточно для того, чтобы полностью освоить все практические навыки, которые необходимы в медицинской практике. Также на следующий год у нас планируется закупка дополнительных устройств, таких как фантомов для исследования, для УЗИ исследования, также даже для проскопительских манипуляций, чтобы проводить, чтобы студенты имели общий кругозор, очень обширный, не просто который ограничивается первой помощью, допустим, фельдшерского отдела или сестринского отдела, а чтобы они уже были в полной мере готовы выйти в свет квалифицированными специалистами. И головные даже делают замечательные учреждения, и видите, там же по телу, там уже все, чести, мы пока ничего не делаем, что упадет повязка, задержит. По окончании медколледжа имени Башларова выпускники получают диплом государственного образца о среднем профобразовании и могут работать в лечебно-профилактических учреждениях не только нашей страны. Я проходила практику в центральной республиканской нашей больнице, в нейрологическом отделении и проводила внутривенные инъекции, внутримышечные, реабилитацию, там проводят реабилитацию больных после инсультов. Закончив этот колледж, мне предлагали работу в центральной больнице, в кардиологическом центре. И я думаю, что хорошие студенты, старательные студенты, они не останутся без работы, и для них будут открыты все двери. Более 60 студентов этого колледжа стали волонтерами всероссийской акции «Мы вместе». Около 30 волонтеров-медиков работали с дагестанскими врачами в красной зоне. Я совмещаю работу с учебой, вернее, учебу с работой, работаю зубнительным техником, изготавливаю протезы, полные протезы. Одним словом, работаю по своей специальности. В период пандемии по городу развозил продукты, оказывал медицинскую помощь людям, которые нуждались в этом. И если такое еще у нас случится, то я еще раз готов оказать помощь. Колледж сегодня обучает студентов не только в Махачкале. Есть еще четыре филиала в Кизляре, Хасавюрте, Дербенте и Избирбаше. Учреждение подготовило около полутора тысяч специалистов, которые трудятся в медицинских учреждениях Дагестана и России. В Махачкале открыли памятник известному советскому и российскому ученому Гаджи Гамзатовичу Гамзатову. Безд установлен во дворе Дагестанского федерального исследовательского центра РАН. В мае ученому исполнилось бы 95 лет. Вместе с родственниками Гамзатова цветы к памятнику возложили его друзья и коллеги, представители власти и научной интеллигенции. Вспоминая ученого, говорили об его большом вкладе в гуманитарную науку. Гаджи Гамзатов управлял многими сферами культурного строительства, от работы в республиканской прессе до Министерства культуры ДССР. Гаджи Гамзатович последние 40 лет работал вот в этом здании. То, что памятник ему установлен вот здесь, это очень символично и правильно. Он был человек разносторонний и занимался не только наукой, хотя почти всю свою жизнь он был связан с наукой. Десять лет его жизни были посвящены служению республике. Он был председателем госкомитета по радиовещанию и телевидению республики Дагестан, министром культуры республики Дагестан и вернулся в Дагестанский научный центр после 10 лет работы в других структурах уже опытным руководителем. Семейный благотворительный вечер собрал в Махачкале всех тех, кто готов внести вклад в строительство женского духовного центра «Мария». Это уже второе мероприятие, которое организовано в рамках празднования Ураза-Байрам под названием «Сохранить благоухание Рамадана». Подробнее расскажет Хамзанур Магомедов. На этот семейный вечер можно было попасть только по билетам. Они стоили от одной до трёх тысяч рублей. Но самое интересное, что все средства организаторы направили на строительство женского центра в Махачкале. Дагестанцы – это, как я уже говорил, созидатели. Будущий центр будет носить имя матери пророка Исы – Святой Мария. Идея его создания принадлежит муфтияту. Проект поддержали и представители власти. Там будет возможность у них обращаться к специалистам. Не только юридические, там и медицинские, там и социальные, разного рода консультации, которые им помогут даже до обращения к имаму получить свои соответствующие познания и правильно их использовать. На праздничном вечере вспомнили о том, как прошёл месяц Рамадан. Зрителям показали видеоролики и получительные сценки. Национальные танцы сменяли авторские исполнения звёзд дагестанской эстрады. Организаторы вечера устроили познавательную викторину с подарками. А среди обладателей билетов ещё и разыграли путёвку на Святые Земли, Мекки и Медины. Двадцать третий ряд и девятое место, друзья мои! Мужчинка выиграл! Саламаник Рамадулла! Как я рад! Честно говоря, у многих участвовал, но сегодня тоже не надеялся. Таким образом проводили месяц Рамадан. Зрители не только насладились праздничной атмосферой, но и стали участниками создания уникального проекта, который долгие годы будет решать проблемы женщин Дагестана. Хамза Нурмагемидов, Нурмагемид Магемидов, Мурат Бигбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. А сейчас о печальной новости. Не стало народного героя Дагестана, героя России, военного лётчика Тайгиба Толбоева. За время своей службы он испытывал новейшие образцы самолётов и вертолётов, а также участвовал в боевых действиях. В переломный момент для Дагестана он сыграл важную роль. В сентябре 1999-го Толбоев участвовал в отражении нападения бандформирования, а также эвакуировал мирных жителей из районов боевых действий. Лётчик был достоин многочисленных государственных званий и наград. Герой России и Дагестана умер на 65-м году жизни. И к новостям спорта. В Каспийске подведены итоги первенства Дагестана по грэплингу среди юниоров и юношей. Торнир проходил в течение двух дней во Дворце спорта молодёжи имени Али Алиева. На ковёр вышли около 350 участников из разных уголков республики. Выявляли сильнейшего в двух дисциплинах этого вида спорта – ги и ноу-ги, то есть в кимоно и без кимоно. Отметим, что для грэплеров это были первые официальные соревнования после пандемии. Мы входим в обычный упор в нашу жизнь. Это первый чемпионат по юношам. В таком виде спорта, как грэплинг. Несколько у нас это было непросто сезонно начинать, потому что перес так или иначе сказывается. Но ребята молодцы, не повели. Чувствуется желание, чувствуется настроение. Как всегда, боевой, дагестанский. По словам специалистов, простой, связанный с карантином, не сказался на уровне борьбы. Лучше других себя проявили грэплеры из Махачкалы. Всего в их активе 21 медаль высшей пробы. Победу столичным спортсменам обеспечили представители клубов «Агат», «Юниверсал Файтерс», «Иглз» и «Олд Скул». Грэпл сегодня ждем очень сильно развивающих. Не только от территории республики, а так в целом, российской власти и в целом мире. Поэтому конкуренция растет. Сегодня в этом 20 спорта проводится турнир. Турнир. Соперники очень сильные, серьезные. Молодежь уже покажет хорошие результаты. Поэтому надеемся, что и в дальнейшем они будут расправлять нашу малую и большую руку. По итогам турнира будет сформирована команда, которая представит Дагестан на первенстве СКФО в Грозном. На этом у меня все. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова